Фестиваль рождался в 1993 году, и вот он идет к своему 30-летию. Я думаю, что это в целом главное событие года нашего сезона, каждого в Санкт-Петербурге. Непривычные обстоятельства, которые еще год назад нарушили вот тот ход событий, к которым мы привыкали десятилетиями, тем не менее не смог полностью отменить, парализовать вот эту традицию. И в том году нам удалось провести, может быть, не столь огромную, грандиозную программу, но все-таки фестиваль в основном за счет июльских каких-то наших спектаклей. Мы давали их очень осторожно, с огромными поправками на то, какие обстоятельства сложились у всех артистов в мире в связи с пандемией. Первой премьерой фестиваля станет наше обращение к опере Петра Ильича Чайковского. Это неудивительно. Орлеанская дева, опера-загадка. С одной стороны, все знают о существовании этой оперы. Знаменитая Ария Иоанны, знакомая едва ли не каждому меломану, по крайней мере в России. Мало кто знает эту оперу хорошо. И если давать эту оперу целиком, без сокращений, это довольно полнокровное произведение с огромными ансамблями, с участием артистов балета, с великолепными разнообразными костюмами. История сама по себе очень знаменита во всем мире. Мы постараемся сделать спектакль, который заинтересует и даже, может быть, захватит внимание любителей оперы, не только живущих в Санкт-Петербурге. Уверен, что интерес к этому событию проявят и москвичи, и российских регионов, которые часто к нам приезжают во время фестиваля. Тем более, что сейчас мы больше выступаем в России, чем традиционно путешествовали по европейским странам. Мы дважды, трижды в год выступали и в Азии, и в Америке, в Северной, да где только мы не выступали. Сейчас, мне кажется, мы сосредоточились на наших домашних репетиях, домашних спектаклях. Здесь, в Санкт-Петербурге, это очень хорошо. Я жду сам очень многого, и это обращение к Тангейзеру. Мы два года назад делали спектакль на сцене концертного зала. Это был спектакль в костюмах и декорациях. Сейчас делается совершенно новая версия этого спектакля. И уже в новом здании Мариинского театра, Мариинке 2, уже 17 июня, мы показываем новую постановку с хорошими составами. Очень сильные артисты будут задействованы в этом спектакле. Таким образом, мы расширяем и укрупняем Вагнариану Мариинского театра. А если еще учесть, что мы хотим в конце года выпустить спектакль «Нюрнбергские мастера пения», у нас, таким образом, к концу 2021 года будут идти 10 опер Рихарда Вагнера. Опять же, певцы, которые заняты в этих работах, уже себя проявили, проявили давно и во всем мире проявляли себя. Я очень надеюсь, что эти две работы будут еще более серьезным образом представлять немецкий репертуар, который традиционно сильно идет в Мариинском театре. Французское «Пролакме» де Либа необычное для афиши любого российского театра название. Не так часто идет даже во французских театрах, но есть великолепные возможности для певцов проявить себя, если так можно говорить. Сегодня есть несколько хитов вокальных, которые обязательно должны порадовать публику. А у нас есть, кому петь в этой опере. Я думаю, молодежь себя проявит там очень достойно. Сейчас я не буду перечислять все явления, которые в ближайшие 6-7 недель здесь будут, я надеюсь, радовать тысячи и тысячи поклонников Мариинского театра. Но, например, повторный цикл «Сонат Бетховена» в исполнении Рудольфа Бугбиндера, ведущего европейского специалиста в исполнении «Сонат Бетховена», он, безусловно, добился огромного успеха и признания во многих-многих странах. Этот проект был показан, насколько я знаю, в десятках стран. И здесь он имел очень яркий успех. Это было, наверное, где-то менее 10 лет назад. Мы решили повторить такое обращение к величайшему симфонисту, который и свои «Сонаты», а их 32, сделал каждую маленькую симфонию. Или даже весьма крупным произведением, которое соперничает с крупнейшими симфониями любого автора. Если говорить об «Опосянате» или 32-й сонате, или сонате «Аврора», или «Луна» сонате, они знаменитые, любимые. Я думаю, что нас ждет очень интересная встреча с этими произведениями в исполнении Рудольфа Бугбиндера. Есть все самые смелые ожидания при обращении к творческу Игоря Федоровича Стравинского, который вырос прямо напротив Мариинского театра. Мы давно не показывали «Поцелуй феи». У нас давно не шла «Мавра». Мы очень редко и тоже давно обращались к такой небольшой, но загадочно интригующей театральной пьесе, как байка про лесу «Кота и барана». Мне кажется, сегодня не знать произведения Игоря Федоровича Стравинского, думать о том, что он же где-то в Америке жил, потом вот тут только начинал. Он провел здесь треть своей жизни. Он треть жизни провел в Европе и последнюю треть жизни провел в Америке в основном. Похоронен он в Венеции, рядом с Сергеем Павловичем Дягилевым. Мне кажется, наряду с Прокофьевым, наряду с Шостаковичем, Рахманиновым, Игорь Федорович сделал русскую музыкальную традицию настолько ослепительно сверкающей, яркой. Каждый из них внес огромную лепту. И русские музыканты уже на протяжении всего столетия видели, наблюдали и активно участвовали в этом процессе. Сначала надо было, может быть, набирать силу. Писались русские симфонии, первые русские симфонии в 19-м столетии. Писались оперы, начиная уже с Михаила Ивановича Глинки. К середине 19-го столетия их было несколько. К концу 19-го столетия было уже достаточно много. Это были великолепные, мощные. Выпрямишься во весь рост русская оперная традиция, набрала колоссальную силу. Но в 20-м веке, опять же, усилиями и Прокофьева, и Стравинского, и Шостаковича, и русский балет, и русский опера, поднимались на невиданную высоту. И совершенно неважно, писали ли композиторы короткие, например, балетные партитуры, а таковых много, и у Стравинского, и у Прокофьева, и у Шостаковича, или писали огромные просторные, пространные оперы. Мы считаем своим долгом показывать их здесь. Они находят дорогу к слушателю. Менее всего мне симпатичен такой сценарий. Вы нам покажите «Лебединое озеро», но мы слышали, что есть у Стравинского балет, есть у Прокофьева, даже у Ромео Джилетти. Люди не только слышали, они и бывают на спектакле. Эти времена ушли в прошлое. Это было 40 лет назад нормальным явлением. Потому что тогда весь мир был другим. Сейчас здесь настолько могучие истоволитетные ресурсы, что мы можем многое, если не все, многое показать. Показать достаточно ярко, сильно. И я, как руководитель Мариинского отряда, считаю это своей первой обязанностью. Поэтому обращение к великолепным партитурам русских композиторов, которые писали это их прежде всего в расчете на то, что они будут идти здесь, в Москве, в крупнейших русских городах. Тут наша работа только начинается. Я сегодня считал нужным и необходимо сказать о нескольких явлениях, которые будут предложены всем гостям Санкт-Петербурга. И нашим поклонникам, нашей традиционной публики, живущей здесь, в Санкт-Петербурге. Очень многое из того, о чем я сейчас еще не говорил, уже в работе. Нас ждет как минимум 6 недель, уже около 7 недель напряженной работы. Интересная программа, богатая афиша. Ждем вас в Мариинском театре. Всего вам доброго. Санкт-Петербурга